здравствуйте в студии новостей моего дома я екатерина ларичева сегодня мы будем говорить о том что важно и нужно знать мой дом и все о нем транспорт может ездить не только по дорогам пассажирский лифт и его история создания мягкая посадка ровно пятьдесят пять лет назад мы прилетели на луну она окружает нас повсюду реклама и ее история многие из нас живут в многоэтажных домах а теперь скажите честно вы часто поднимаетесь пешком по лестнице или все-таки ждете лифт признаюсь я чаще всего так устаю что подниматься на пятый этаж уже просто нет сил поэтому лифт это мое спасение и как люди раньше обходились без него не понимаю любой дом выше пяти этажей сейчас сложно представить без лифта первый такой подъемный механизм был установлен еще в середине 18 века в дворце французского короля людовик 15 а в 1795 году наш соотечественник изобретатель иван кулибин придумал подъемные и спускные кресла для зимнего дворца в санкт-петербурге правда все эти подъемники использовали физическую силу рабов или слуг основой современного лифта является автоматический ловитель это устройство которое остановит кабину в случае обрыва троса изобрел его американец элиш отис позже он назвал подъемник безопасным лифтом и основал собственную мастерскую по их производству 1858 году компания паровых подъемников отиса установила первый пассажирский лифт в пятиэтажном магазине на бродвее за один раз он поднимал до пяти человек и вез их со скоростью 20 сантиметров в секунду спустя год фирма отис поставила первый винтовой лифт в отеле 5 авеню внутри здания был установлен металлический винт по которому и ходила кабина первый электрический пассажирский лифт изготовила фирмы тименцы гальски в 1880 году с тех пор проблем подъема больше не стояла перед строителями и здание активно начали расти вверх например один из самых высоких небоскребов сша уиллис тауэр имеет 106 лифтов среди них есть даже 16 двухэтажных и два скоростных которые поднимают посетителей к смотровой площадке на крышу на расстоянии 412 метров всего за одну минуту и несколько секунд иногда я сажусь вечером у окна и мечтаю о других планетах о луне которая таит в себе столько загадок прошло уже 55 лет с момента посадки на луну советской станции а впереди еще столько неизведанного 62 года назад в ссср были запущены автоматические межпланетные станции луна-2 и луна-3 позволившие сделать большой шаг в изучении луны подтвердились данные луны один о том что луна не имеет заметного магнитного поля что вокруг нее нетрадиционного пояса одним из важных научных достижений миссии было прямое измерение солнечного ветра траектория станции была задана для прямого попадания на луну межпланетная станция луна-2 достигла поверхности луны 14 сентября 1959 года но настоящего успеха в космонавтике советский союз достиг ровно 55 лет назад с отправлением спутника луна-10 вместо автоматической лунной станции на космическом аппарате луна-10 был установлен отделяемый герметичный контейнер искусственный спутник луны 3 апреля 1966 года на расстоянии 8 тысяч километров от луны началось торможение в результате станция луна-10 уменьшила скорость и в 2144 по москве первые в мире вышла на орбиту вокруг луны орбитальные измерения позволили установить несферичность гравитационного потенциала луны и впервые получить его точную модель это было первое указание на существенную неоднородность недр луны кроме того было уточнено значение ее массы еще в 1959 году руководитель американской космической программы вернер фон браун так оценил запуск луны 2 россия намного обогнала соединенные штаты в отношении космических проектов и никакими деньгами нельзя купить упущенное время надеюсь подобную оценку мы еще услышим от современных зарубежных коллег в сфере космонавтики бывает смотришь любимый сериал по телевизору и на самом интересном месте появляется она конечно же реклама сегодня она встречает нас везде на экране тв на радио в интернете и транспорте мне стало интересно откуда она вообще появилась прототипом рекламы стали древние рисунки изображения на камне первые тексты отдаленно напоминающие современную рекламу появились еще в древней греции одним из них считают надпись на камне ярина с острова крит по воле богов толкуя сновидение в древнем риме рекламные объявления размещали на специально построенных стенах амбусах там писали сообщения о гладиаторских боях продажи рабов и домашних животных важнейшим средством распространения информации в древних государствах являлся институт глашатыф они выкрикивали на площадях рекламу и новости новым скачком в развитии рекламы стало появление книгопечатания настоящий бум европе начался в конце 18 века появлением первого агентства финляндии достижение техники стимулировали дальнейшее развитие индустрии первая реклама на радио вышла в эфир в 1920-х годах а первая телереклама в тридцатых в россии зарождение рекламного отдела началось десятом веке русские купцы приглашали дозавалу которая громко извещалась достойных товаров и его владельцев а первая российская печатная реклама появилась в 18 веке видомостях китра первого в 19 веке реклама в россии вышла за рамки издания ее стали размещать на первых трамваях после революции задачи рекламы изменились ее манипулировала государство а новый виток развития произошел во времена нэпа в том числе и благодаря творчеству маяковского с начала 40-х годов советская реклама фактически стала пропагандой а после распада советского союза начала формироваться новая потребительская концепция сегодня теле и радиореклама постепенно отходит на второй план на первое место выходит реклама в интернете про инклюзивную постановку на сцене филармонии и про жизнь на необитаемом острове я расскажу вам сразу после небольшой сводки мировых новостей россия и армения с 1 февраля возобновили авиасообщением на кадрах снятых во вторник в аэропорту еревана звартноц можно увидеть долгу пассажиров а по словам замдиректора авиакомпании армения георга хачтряна уже сейчас все рейсы компании до конца февраля практически забиты для совершения полета у пассажира должен быть отрицательный тест на коронавирус его можно сдать в определенных лабораториях которые сотрудничают со специальным приложением путешествуй без ковид-19 папуанским пингвином в московском зоопарке в вольер подселили нового соседа пингвина снеговика сначала птицы спрятались в водоеме от людей принесших гостя затем самый любопытный из стаи вышел на берег познакомиться с новеньким через некоторое время уже и остальные пингвины заинтересовались снежным сородичем как отметили в зоопарке между ними состоялась коммуникация 12-летний гимнаст из украины богдан стрионов установил рекорд незалежной в висе на волосах в самом юном возрасте по словам мальчика в будущем он хочет связать жизнь с цирком и поступить специализированную академию в киеве тренер юного гимнаста из цирковой студии эдельвейс светлана непомнящая отметила что богдану было не просто установить этот рекорд потому что волосы удалось отрастить только на макушке они по всей голове несмотря на это в будущем богдан планирует установить рекорд гиннеса жители казахского города алга смастерили снегоход из отечественного запорожца на кадрах снятых в воскресенье можно увидеть преображенную машину у которой вместо колес теперь стоят лыжи и гусеничные ленты мастер бектурган ядрисов рассказал что это уже вторая попытка изготовить из автомобиля снежный транспорт сначала он и его друзья пытались реализовать свою задумку из жигулей однако машина оказалась неподходящей из-за большого веса и расположения мотора жительницы башкирской деревни нижняя и кибаева вышли чистить лед в хоккейной коробке но не смогли отказать себе в удовольствии побегать с клюшкой и в традиционных юбках и платках побежали защищать ворота компании женщин помоложе для веселья был повод накануне деревня выиграла районный этап башкирского конкурса трезвое село и теперь поедет на финал в уфу в рамках состязаний местные жители организовали сельский хоккейный турнир и 23 января схлестнулись клюшками житель уральска евгений ли обладал необычной внешностью уже с рождения однако популярным стал лишь 19 годам как рассказал парень он родился в городе от ирау где учился в школе-интернате редко генетическая аномалия альбинизм привела к нарушению зрения о модельной карьере парень не задумывался до тех пор пока не встретил местного фотографа айну абдулину она предложила парню поучаствовать фотосессии получившиеся снимки быстро набрали популярность в интернете в частности необычной внешностью юноши заинтересовалась редактор глянцевого журнала fresh city аида буранкулова по ее словам евгения может ждать большое модельное будущее представьте себе картину вы с другом на необитаемом острове совершенно одни ни одной от этой картины становится страшно а вот двое наших земляков добровольно согласились на такой эксперимент двое красноярцев иван кузнецов и татьяна род стали участниками шоу последний герой новый сезон называется чемпионы против новичков съемки будут проходить на острове занзибар в африке как сообщает съемочная группа новички прошли несколько отборочных кастингов и теперь им предстоит сразиться с победителями прошлых сезонов ивану кузнецову 29 лет у него двое детей а работает он диджеем и ведущим мероприятий по образованию архитектор в ближайших планах развитие бизнеса и покупка собственного дома иван говорит что хочет попробовать всех жуков на занзибаре и мечтает стать победителем нового сезона шоу последний герой вторая участница 23-летняя татьяна род девушка учится и выступает солистка ансамбля светоч вот что она говорит о себе я несу со сцены образ сильной женщины воительницы русской амазонки которая поет о силе славе победе и стойкости духа но сама я не знаю какая я в жизни могу ли преодолеть такие препятствия по силам ли мне это может я все-таки девочка которую нужно защитить и оберегать амбиции есть желание есть а вот выдержу ли я прессинг который ждет меня неизвестно ивана татьяна не первые жители красноярска которые отправились покорять телешоу ранее мы уже болели за наших земляков в шоу кто хочет стать миллионером прогов в деле голос и во многих других проектах хотите стать свидетелем тайного венчания и узнать что такое запретная любовь совсем скоро театр-студия открытые сердца представит инклюзивную постановку главное успеть забронировать билеты театр-студия открытые сердца совместно с красноярским камерным оркестром представить свой новый проект спектакль по мотивам сказок александра сергеевича пушкина метель на сцене мы увидим все и запретную любовь и тайное венчание с незнакомцем и героев отечественной войны 1812 года режиссер спектакля василий селюков он считает что многие произведения пушкина которые мы изучали в школе остались для нас непонятными поэтому он решил вновь напомнить нам о шедеврах мировой литературы и показать что классика никогда не бывает скучной особую значимость постановка приобретает еще и потому что она инклюзивная театр-студия открытые сердца создана 10 лет назад региональной общественной организации родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями раньше это был любительский кружок но теперь же ребята здесь создают самые значимые проекты города примера спектакля состоится 5 февраля в малом концертном зале филармонии а купить билет можно в кассах на сайте город прима или на сайте филармонии следующем выпуске мы подготовим для вас еще больше полезной информации предлагаем стать соавторами наших сюжетов ждем ваши темы и комментарии аккаунты телеканала мой дом соц сетях указаны на экране до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok